Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал ТДК-42, программа «Слово прокурору». Сегодня мы поговорим об уголовных правонарушениях, которые совершаются в общественных местах. Об этом виде преступления нам расскажет старший прокурор отдела прокуратуры города Уральск Шикеев Дархан Султангиревич. Здравствуйте. Здравствуйте. Дархан Султангиревич, давайте начнем сразу с общей статистики. Расскажите, как складывалась криминогенная ситуация в нашем городе за первое полугодие? Вопрос профилактики правонарушения является основным показателем его стабильного развития и важной составляющей государственной политики. В этой связи нами на систематической основе проводятся анализы. Анализы проводятся посредством карты уголовного правонарушения города. Также база данных регистрации правонарушений. За 6 месяцев текущего года проведенным анализом установлено, что ежегодно растет преступление совершенно за 8-10% ежегодно. То есть за 6 месяцев текущего года было зарегистрировано 5 тысяч 7 преступлений, что на 9% больше сравнения с аналогичным периодом. Отрадно, что сегодня мы наблюдаем тенденцию совершения уголовного правонарушения особо тяжких преступлений на 37%, тяжких на 10% и небольшой тяжести на 17%. При этом количество уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах, составляет рост 5,5% на сегодняшний день. Стоит отметить, что такие уголовные правонарушения совершены в общественных местах. Это кражи чужого имущества, затем идут мелкие хищения, грабежи, разбои в том числе. А что способствует росту правонарушений? Росту совершения таких правонарушений, это, конечно, во-первых, это социально неустойчивость граждан, социально-экономическое состояние наше сейчас на данный момент в городе. Ну, хотел бы добавить еще, однако для объективности хотел бы добавить, то есть, что это рост преступления не говорит, что наши сейчас улицы или во дворах стало небезопасно. Это тенденция является тем, что регистрация уголовного правонарушения сейчас проводится, то есть, регистрируются все уголовные правонарушения по заявлению, сообщению все. И после досудебного расследования принимается уже решение. То есть, все сообщения сейчас регистрируются на базе данных ИРДР. Расскажите, в каких местах чаще всего совершаются уголовные правонарушения? Из числа зарегистрированных уголовных правонарушений 47%. 47% совершены в центре города. На окраине города всего 34%. Как показывают статистические данные, периодически имеют места наиболее скапливаются граждане. Это выходит в уязвительные заведения, 239 правонарушений совершено. В магазинах 219, на транспорте 211, на рынках 194, на учебных заведениях 62, по отъездах в жилых домах 49 и медицинских учреждениях 24. Как известно, много преступлений, которые совершаются в общественных местах, помогают раскрыть наружные камеры видеонаблюдения. Вот расскажите, пожалуйста, сколько преступлений было раскрыто с помощью этих камер? На сегодняшний день по программе «Безопасный Дор» по городу установлены 103 камеры. Дополнительно, ЦОУВД города Уральск, Центр оперативного управления, то есть установлены 72 видеокамеры, из которых 35 на перекрестках, 14 в общественных местах, 15 возле административных задних государственных и правоохранительных органах 6, по отъездах дома, 2 на железнодорожном вокзале установлены. Такие камеры видеонаблюдения, конечно, дают свои показатели и, скажем так, плоды, так как видеонаблюдение – это сейчас самая пассивная профилактика, так как можно установить и сидеть, и наблюдать, что происходит в городе. Такими видеокамерами в основном раскрываются административные правонарушения, это курение в общественных местах, скажем, административные правонарушения. Из числа раскрытых уголовных правонарушений, от общего числа, ну, скажем, 10% было раскрыто путем камеры видеонаблюдения. Выходит, на данный момент у нас по городу есть проблемы, конечно, это установки дополнительных видеокамер, которые требуют сейчас наш город. В этом плане сейчас Акимат совместно, УВД и Акимат с нами работаем в этом направлении. Сейчас у нас разработана дорожная карта, где предусмотрено дополнительное выделение с бюджетных средств на установку видеокамер и в дальнейшем работать в этой сфере. А в каких местах лучше необходимо еще установить такие камеры? У нас вот, согласно сочетским отчетам, проведенным анализом, установлены, где в основном криминогенные участки у наших. Так, это следующий участок, Суденческая, рынок Тысячи мелочей, вот Московская, криминогенные дворы, Сарай-Ших, дом 55, Курман-Газы, дом 101, 165, Покатилова. В основном увесительство заведений, как Махабад, кафе Айкар Классик, торговый центр Урал, торговый дом Весна, торговый дом Байтирек и так далее. Можете рассказать в этих местах, какие виды правонарушения встречаются? Может быть, угон, кражи или еще что-то? Ну, я, как сказал, на основную криминогенную обстановку у нас сейчас влияет кража чужого имущества. Я думаю, это проблема не только в городе у нас и в области. Эта тенденция роста идет и по всей республике на сегодняшний день, и по, скажу, соседним государствам и России также. Эта проблема до сих пор наша остается. Это, конечно, кража чужого имущества, как сказал. Из совершенных этих преступлений 64% на сегодняшний день – это кража чужого имущества, совершенных в этих районах. Хищение, то есть мелкое хищение, кража чужого имущества и разбой, грабежи, как сказал. С правонарушениями у нас борются и сотрудники местной полицейской службы. Расскажите, пожалуйста, как у них ведется работа в этом направлении? Местная полицейская служба у нас в настоящее время всего действует в течение последних, скажем, 7 месяцев. В этом направлении, я думаю, еще давать оценку нашим местным полицейским службам, думаю, еще рано. Соответствующаяся оценка будет дана в течение года, проведем дополнительный анализ. Многие, допустим, из наших граждан, когда они, может быть, случайно становятся свидетелями того или иного преступления, они боятся сообщать в полицию, может быть, им в дальнейшем не хочется ходить по судам, возможно, в этом заключается их боязнь. Вот вы, что можете порекомендовать им, если они стали свидетелем преступления, что им необходимо сделать? Им в первую очередь надо набрать своего сотового телефона, либо ассоцинарного телефона на 102, позвонить, как обычный гражданин, сообщить об этом уголовном правонарушении совершенном. Ну, здесь, думаю, бояться нечего, есть и предусмотрено поширение за установление, либо там таких сообщений в свое время на совершенном правонарушении. Здесь бояться, думаю, ничего не стоит. Это, думаю, обязанность каждого гражданина. На сегодняшний день следует отметить, что за истекший период каждый четвертый телефон был похищен в общественном транспорте. При этом криминальным маршрутом для прослеживов стали маршруты номер 2, 5, 7, 8, 20, 22, 33, 35, 36, на число которых приходится 83% от общего количества похищенных телефонов на транспорте. Далее идут магазины, где похищено 85 мобильных телефонов, 74 в усилищных заведениях, помещениях автомашины 47, на рынках 43, учебных заведениях 15, медицинских учреждений 8 и гостиницах 6. То есть выходит, как я говорю, в основном кражи телефонов происходят в автобусах, в общественных транспортах. Как тогда в таких ситуациях нужно вести себя людям, если у них, допустим, открыто похищать телефон, им стоит поднять панику или же наоборот отдать телефон преступнику? Ведь неизвестно, что у него на уме, что он может сделать ради этой наживы. Следует отметить, что за 6 месяцев 305 краж, это 13% от общего зарегистрированных карманных краж, совершен период с января по апрель месяц текущего года, потому как в холодное время года содержимое сумки находится в карманах граждан, в пуховиках, шубах, сезонные карманы кража уходят, похищено свободного доступа, то есть обеспечено обращение своим имуществом граждан. То есть они сами не знают, похищенное у них. Они только выявляют такие случаи после данного назначения своего, там, пункта назначения своего, и устанавливают, что похищен телефон. А если все-таки в открытый у них отбирают, допустим, сумки, портмоне, телефоны, что им необходимо делать? У нас в городе как грабежи совершаются, именно где неосвещенных местах, во дворах, темных дворах дома. В этих случаях в основном жертвы выходят женщины, то есть которые не могут защитить себя. Преступники бывают у нас в основном мужского рода, где применяют насилие, могут свободно подойти, отобрать сумочку с содержимым в месте, либо вырвать цепочки. Ну, в этом здесь только самое главное, думаю, зарыве самих граждан, во-первых, и второе уже идет и могут сообщить после происшествия, то есть после нападения. Хорошо. Дархан Султангиревич, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас, что пришли сегодня к нам в студию. Вы очень многое рассказали об уголовных правонарушениях. Я надеюсь, что эта информация хоть как-то поможет нашим телезрителям и была для них интересной. Есть ли у вас еще что добавить? Да, я хотел бы сказать, призывать граждан бдительным своим имуществом. То есть не привлекать своим содержимым в карманах, сумочках, хранить их на виду и своевременно сообщать о произошедших уголовных правонарушениях органов полиции. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие телезрители, за то, что все это время вы были с нами. Оставайтесь на нашем телеканале. Всего вам доброго и до скорых встреч.